Друзья, я вас рада приветствовать на своем канале Животный Лайф, где я рассказываю о жизни различных животных. И также буду рада вас приветствовать на своем втором канале Люди Лайф, где я рассказываю о жизни известных людей и не очень. Ну а это видео о животном, птице, пальмовый гриф. Пальмовый гриф или грифовый орлан принадлежит к отряду соколообразные. Пальмовый гриф имеет размер около 65 см, размах крыльев от 135 до 155 см, длина хвоста 20 см. Вес хищной птицы составляет от 1361 до 1712 грамм. По внешнему виду пальмовый гриф сильно напоминает стервятника. У взрослых птиц острые длинные крылья. Я сделаю ссылочку на стервятника. В кончике больших маховых перьев черные. Такого же цвета малые маховые и плечевые перья. Хвост, за исключением окончания, тоже черный. Остальные части тела полностью белые. Лицо и горло выцвевшего желтого оттенка. Клюв мощный, длинный и очень узкий. Вверху он дугообразно изогнут, короткий и с тупым крючком на конце, края без зубцов. Под клювье по размерам больше и меньше по высоте, чем верхняя часть клюва на одну треть. Восковица прикрывает почти половину клюва. Носовые отверстия в виде косых, широких щелей, идущих продольно. Уздечка голая. Лапы желтые с короткими. Пальцами на концах вооруженные не слишком большими, кривыми когтями. Радужная оболочка глаза желтая. Молодые птицы имеют оперение каштанового цвета. Окончательная окраска оперения устанавливается только после 3-4 лет. Радужная оболочка глаза у молодых пальмовых грифов бурая. Пальмовый гриф распространяется по всей Западной и Центральной Африке. И на юге, с северо-востока ЮАР. Его территория обитания охватывает побережье Африканского Габона до Намибии и далее через Анголу. В северных и центральных широтах ареала этот вид хищных птиц обычно распространяется широко, но реже на юге и востоке. Вид оседлый. Взрослые птицы совершают перемещение не больше, чем на несколько километров, в то время как молодые грифы и неполовозрелые особи кочуют на огромные расстояния до 400 километров в Сахинском регионе и далее на 1300 километров южнее в самые южные окраины ареала. Пальмовый гриф обитает в лесах тропической зоны к югу от Сахары, в частности вдоль границы береговой линии, недалеко от рек, мангровых лесов и портов. Прежде всего он появляется в районах, где растут пальмы, плоды которых являются его основным источником питания. Наиболее удобные места для этого вида хищных птиц расположены среди болот. Заросли мангровых деревьев, местами разделенные пальмами и колючими пандантусами, привлекают пальмовых грифов. На отдаленных участках, разделенных узкими речными рукавами, человек появляется редко, поэтому пальмовые грифы здесь устраивают свои гнезда. Это наиболее характерный вид хищных птиц для пустынных болотистых местностей. Кроме того, встречается в высоких лесистых средах обитания, где присутствует пальма-орофея. Пальмовый гриф часто появляется вблизи небольших населенных пунктов и терпимо относится к человеческому присутствию. Его вертикальное диапазонное распределение составляет от уровня моря до 1800 метров. Особенности поведения пальмового грифа в период размножения Стервятники не посещают пальмовые рощи. Чтобы прокормить себя, они выбирают другие виды деревьев для гнездования. Однако полеты птиц в поисках плодов пальмы могут быть опасны. В этом случае они становятся прямыми и конкурентами местного населения, которые иногда охотятся на пальмовых грифах. Обычно хищные птицы сидят подвое или одиночки на вершине дерева, где отдыхают после приема пищи. Иногда они поднимаются высоко в воздух, то описывая круги, то снижаясь к самой поверхности воды, высматривая добычу. Сидит пальмовый гриф прямо, а его силуэт с длинным грифом и оголенной передней частью головы напоминает внешний облик королевского грифа. В полете он похож на орла, на белохвоста. Способ охоты такой же, как у коршунов. В поисках добычи он пролетает над водой и, обнаружив рыбу, медленно снижается под угловой траекторией до захвата. Период размножения длится с октября по май в Западной и Центральной Африке, с мая по декабрь в Анголе, с июня по январь в Восточной Африке и с августа по январь в Южной Африке. Гнездятся птицы на высоких деревьях. Гнездо имеет 60-90 см в диаметре и 30-50 см в глубиной. Оно используется повторно много лет подряд. Они находятся между 6 и 27 метрами от поверхности земли в середине дерева и скрыты листьями пальмы и не висит на развилке у баобаба или на вершине молочая. Строительный материал растительный, чаще всего ветки дерева и сорванные из пальм нижние листья. Как и большинство грифов, самка откладывает одно яйцо, которое насиживает только сама в течение 44 дней. Маленький гриф находится в гнезде около 90 дней. Питаются пальмовые грифы в основном вегетарианской пищей, что крайне редко у пернатых хищников. Маслянистая мякоть плодов пальмы – любимая еда птиц, которые обитают там, где она растет, и редко появляются в местах, где отсутствуют заросли пальмы. Пальмовые грифы срывают плод клювом, а затем берут его в лапу, чтобы поедать. Подобный способ поедания добыча пернатых хищники используют также, когда потребляют падаль. Они ловят рыб на поверхности воды, крабов, ягушек, птиц, без позвоночника и других мелких животных, особенно в тих местах, где пальмы – редкие растения. Кроме плодов рафии, пальмовые грифы употребляют плоды и зерна других растений, которые в совокупности формируют до 65-ти пищевого рационной. Пальмовые грифы у местных африканских племен считаются вполне безвредными хищными птицами, которые не наносят урон домашним животным, поэтому их не отстреливают, как пернатых хищников. Однако в некоторых районах Африки пальмовых грифов уничтожают из-за вкусного мяса. Племя Кру считает мясо пальмовых грифов довольно лаковым блюдом. Численность пальмовых грифов увеличивается в тех местах, где расширяется площадь плантации масляничной пальмы. Но в этих районах возникает ограничение для гнездования хищных птиц, так как усиливается фактор беспокойства при сборе плодов. Тем не менее, расширение пальмовых плантаций Банголи и Зулу-Ленди закономерно отражается на уничтожении численности пальмовых грифов, но при этом усиливается определенная конкуренция за места гнездования. Пальмовый гриф не относится к уязвимым видам, к нему не применяются меры охраны. Друзья, всем спасибо за внимание и до новых встреч! Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал!